Итак, друзья, привет всем! В общем, я хорошо основательно подготовился. Вот у меня тут даже микрофончик есть. Сегодня 30 декабря и хочу подвести итоги этого года, моей жизни в Турции. И не только... То есть здесь будет как бы две части этого видео. Не только итоги своей жизни второго года в Турции. Не знаю, как это сформулировать. Ладно. Второй год я уже живу в Турции, вот в декабре третий пошел. И расскажу вам о последних тенденциях, законах, вообще о всем, что происходит здесь. Сразу скажу, что Турция, Алания конкретно сейчас, это совсем другой город, совсем другая страна, нежели была год назад. И сегодня я вам расскажу, почему это так, почему я так думаю, почему я так считаю. Я думаю, вы и сами догадываетесь, да, почему так все происходит. И начну с последней новости. 26 декабря вышел новый закон о получении первичного вида нажительства в Турции. То есть теперь тем, кто первый раз получает ВНЖ в Турции, необходимо предоставлять справку, переведенную и апостелированную от работодателя о том, что он действительно работает там-то, там-то и получает зарплату из-за границы. Вот, то есть раньше весной-летом вышел закон, что как бы справки для открытия счетов надо было для ВНЖ там предоставлять, да, что у тебя на счету там какие-то суммы есть в Турецком банке, то есть открывать счета. То есть сейчас уже, видите, нужно от работодателям на справку, что вы получаете доходы из-за границы, что вы действительно работаете где-то там. Вот это для первичного ВНЖ. Пока для продления, я продлеваю, кстати, ВНЖ, 4 января поеду продлевать, но я заранее как бы побеспокоился о том, что много отказов в Аланье, и я делаю ВНЖ в Манавгате, это рядом с Сиде-Горд. Не знаю, как получится, но, в общем, буду подаваться 4 января, потом вам расскажу об этом, как я подавался и прочее-прочее. И теперь немного расскажу о своих итогах года и вообще, как начинался этот год. Начинался он год для меня тяжело, но так как у меня работа, в принципе, сезонная, вы знаете, наверняка, я тренирую, учу людей плавать и финансом мы занимаемся, да, качаемся. Но основной акцент у меня 90% клиентов на плавание. И здесь, в Турции, довольно много было комплексов с закрытыми бассейнами, но в прошлом году все началось, даже не, ну да, в прошлом году, то есть в 21-м, в конце, началась дикая инфляция и обесценивание лиры, примерно в ноябре где-то это было, как раз после того, как я арендовал классную квартирку. Мне это было на руку, вот, но начался мертвый сезон и турки стали экономить, тарифы на электричество выросли раза в три сразу. Турки начали экономить и перестали заливать бассейны и зимой я оказался в довольно тяжелом положении, но, слава богу, лира падала, я доход в рублях получаю и, как бы, я смог платить за квартиру, все было нормально. Ну и, тем более, у меня договор, как бы, меня оттуда никак не выселить, уже не выселить, пока договор не окончится. В общем, зима прошла тяжело, у меня был определенный запас денег, но также у меня и был кредит, то есть я не стал тратить все накопленные еврики, вот, то есть потихонечку тратил-тратил, немножко зарабатывал, немного было работы, но зима была тяжелая. В феврале меня, в конце февраля с последними событиями меня позвало одно агентство к себе турецкое работать в качестве, ну, как бы, переводчика или, как бы, не знаю, какого-то помощника, то есть для общения с клиентами, с русскоговорящими, ну, вот, ну, то есть английский, турецкий, русский, вот так вот. Хотя я по-турецки не говорю, но, как бы, английский более-менее еще ладно. И потом я уже познакомился со своим сегодняшним партнером, с Масудой, и мы до сих пор с ней работаем по квартирам, но, как бы, с квартирами я работаю нерегулярно, то есть это все волнами происходит, то есть вы понимаете, что была волна огромная в феврале-марте, там, до середины апреля. Я очень хорошо сдавал квартиры, это была моя вторая работа, да, помимо тренировок, то есть с апреля начались тренировки уже по плаванию. И потом к лету был спад, потому что летом все в краткосрок сдают квартиры, это выгоднее. И где-то с мобилизацией в России началась вторая волна эмиграции, и у нас опять началась работа с недвижкой, с долгосрочной арендой. Я практически не работаю на продажах квартир, потому что эта игра работа в долгую, надо очень долго работать с клиентом, а у меня все-таки основные тренировки, плавание, фитнес, и я не хочу полностью переключаться на недвижку. Ну, просто я не чувствую, что это мое, хотя там хорошие деньги. Вот ребята подъехали какие-то, блин, шуметь будут теперь. Господи, покоя нет от них. Ладно, лето прошло, убой, но я в принципе план, который сам себе ставил на работу, выполнил, скажем так, на 4, на оценку 4, да, из 5. 5, ну, скажем так, 1200 бы сверху, хотелось бы 250 еще заработать, но я поменял мотоцикл, исполнил свою мечту весной. И так ситуация повернулась, что я смог выгодно продать свой прошлый мотоцикл, на котором из России сюда приехал, и купил свою мечту Yamaha TNR, который в России не продается, но продается здесь. И очень выгодно, мне повезло, короче, много факторов сошлось. Прошел такой убойный сезон, я очень много тратил, и как бы, ну, особо не экономил, как бы что-то откладывал, но особо не экономил, в общем-то нормально. Если бы экономил, в принципе, план бы на пятерку и выполнил, наверное. Были у меня мысли в ноябре уехать в Россию, и я сезон думал, что в ноябре я уеду в Россию, потому что все, тренировок мало, холодно, вот, сделать некоторые там дела, поправить здоровье, там, повидаться с родителями и прочее, вот, но ситуация оказалась немножко другой, то есть мне хотелось сохранить эти деньги, и я стал изучать инвестиции, там, да, куда, как вложить деньги. Конечно, квартира, там, на вложение, первоначальный внос мне не хватало, вот, и я нашел выход, да, я теперь инвестор, хотя и начинающий, да, но, вот, и я надеюсь, что следующий сезон, следующий год, он будет еще более мощный, и я прям с головой уйду в эти инвестиции. Сразу-сразу скажу, что я ненавижу крипту, я не верю в крипту, и не буду ей, скорее всего, заниматься никогда, наверное, как бы, скорее всего, я не планирую. Я доверяю людям, которых я знаю очень много лет, и которые выросли на моих глазах, и я инвестирую в бизнес, и, естественно, я инвестирую в рубль, в Россию, и я верю в Россию, верю в рубль, вот, как бы вы там ни думали, вот, ну, по крайней мере, у меня активы, вся инвестиция в рублях сейчас. Вот так вот прошел год, прошел сезон. По поводу Турции, из-за двух волн эмиграции вышло очень много законов неудобных, и, как мне кажется, тенденция сейчас такая, что люди, которые покупали квартиры, цены на квартиры, естественно, выросли, люди, которые покупали квартиры за, там, 100, 120, 200 тысяч евро, они их не смогут продать за эти цены, потому что правительство, оно, я думаю, так и продолжит устанавливать, создавать такие жесткие законы для мигрантов, что люди просто начнут продавать квартиры. И, конечно, не за те цены, которые покупали, а дешевле. У местных, естественно, нет возможности покупать такие дорогие квартиры, они будут падать в цене. Ну, и, как у любого процесса, да, есть подъем и есть спад, вот, так что спад обязательно будет, ребята, обязательно будет, поверьте мне, вы сами все увидите. Ну, я думаю, вы тоже догадываетесь, что он будет. В общем, вот такая вот ситуация в Турции с недвижимостью. Очень много людей сюда приехало, соответственно, и мне стало не очень комфортно здесь жить. Даже для меня, то есть, цены стали очень высокие. И, если я раньше, там, год назад, там, полтора года назад на 100 лир мог на рынке вот фруктами, овощами вот так закупиться, то сейчас 100 лир – это взять хорошую одну шуруму большую и все. Либо там огурчики, помидорку, там, салатик, килограмм апельсина, там, килограмм яблока – все. Все. Вот такие вот сейчас цены. Я же не говорю о клубнике, черешне, которая там по 50-60 лир стоит. Умножаем на… Лира сейчас подросла к концу декабря, 4 рубля, короче. Умножаем на 4 рубля, то есть, 200 рублей килограмм черешни в сезон, да, если килограмм клубники так же. То есть, цены вот, ну, примерно такие же, как в России сейчас примерно. И, на мой взгляд, так как здесь в Алании, да и в Турции особо, в принципе, очень мало что развито. Вот, ну, это не Европа, это совсем другое. И здесь не очень комфортно стало жить, вот, в этом плане, в плане сервисов и прочего. Ну, конечно, привыкаешь ко всему, но, не знаю, в плане законов тоже не очень комфортно. Поэтому, ребята, отвечаю на вопрос, который я вынес в заголовок. Стоит ли ехать в Турцию на ВНЖ, ПМЖ в 2023 году? Вопрос, скорее всего, вот, скажем так, на 75-80%, скорее всего, нет. Если вам вот конкретно не нужно это место, конкретно не нужны эти продукты, не нужно это море, конкретно, да, вот эти плюсы, то нет. Вариантов много. Сейчас многие едут в Аргентину, кто-то там в Азии. Ну, опять же, из-за огромного наплыва зимовщиков и прочего. В Таиланде опять, месяц прошел, в Таиланде начинают уже стачать условия. На Бали там тоже что-то еще происходит. Везде что-то происходит, ребят. Для тех, кто ищет постоянное место жительства, чтобы обосноваться на всю жизнь, это очень сложный вопрос. Надо просто искать, и это такая парадигма мира, да, глобальная, что все всегда меняется. Сегодня здесь хорошо, через год будет там хорошо. Здесь будет не очень хорошо. Оно вот всегда так, вот. Вот, просто надо понять, что если вот вы из России, вы в России сейчас находитесь, смотрите меня, либо ли вы в Турции, либо в другой стране, просто надо понять и принять, что вы как бы русские, вы везде будете чужие, да, как и я тоже все. Мы везде будем чужие, кроме своей родины. Ага, родине, вернее, так, так, государству все равно мы не нужны. Вот. Так что, как-то так. Конкретно четкого ответа на это все нет, где найти свой дом, свое место. Но мы ищем, ищем, путешествуем, учимся, работаем, зарабатываем, ищем новые пути. И я планирую уехать сейчас, вот, не знаю, какая бы ситуация с ВНЖ, дадут мне ВНЖ или нет. И я планирую уехать на Шри-Ланку, потом пожить там месяц, посмотреть, что как. Ну, просто мне зимой здесь действительно очень холодно и дорого жить, учитывая, что работы нет. Потом планирую, если будет более-менее какой-то доход онлайн от онлайн тренировок, то в Малайзию на острова какие-то съезжу тоже на 2-3 недели. И потом дали на месяц в Таиланд, наверное, на Панган, либо Самуи, что-то такое. Но пакет не хочу, он перенаселен уже нашими мигрантами, зимовщиками. Вот такая, ребят, ситуация. Как-то, не знаю, наверное, скомканно все рассказал. Но можно пересмотреть, если что. Ставьте лайк, подписывайтесь. И обязательно задавайте вопросы, комментарии. Я конкретно, подробно на четко поставленный вопрос вам отвечу. Все, всем спасибо. А, еще у меня есть второй канал. Путешествия на мотоциклах, да, Фрадис АДВ. И там я также много информации публикую, но больше о путешествиях, о путешествиях на мотоцикле, сравнении. Если кому-то интересно, то уже подписывайтесь. Но этот канал, конечно, основной. Здесь все подряд про путешествия, про жизнь за границей, какие-то законы, прочая-прочая тема. На меня уже поглядывают местные. Ну, все, всем спасибо, пока.